Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Это то, что Украина сейчас оказалась способной организовать на одном участке фронта локально преимущество в артиллерии. То есть в пушках, гаубицах разных калибров, а также в реактивных системах залпового огня. Артиллерия в нынешней войне это, конечно, самое главное оружие. По-моему, там то ли 80, то ли 90 процентов всех смертей солдат-офицеров на войне происходит именно от ударов артиллерийскими снарядами. Либо реактивными снарядами залпового огня. То есть это самое главное оружие, в общем, без преувеличения этой войны. Поэтому кто выигрывает в артиллерии, почти автоматически начинает выигрывать и просто на поле боя. Если Украина начинает становиться сильнее в этом аспекте, то она уже начинает диктовать правила игры и она наступает. Собственно, именно это, как я понимаю, сейчас и случилось из Клещеевки. В районе Клещеевки. И вообще эта тенденция, то что Украина сейчас получает возможность на отдельных участках фронта организовывать преимущество, она очень сильно пугает российских военных блогеров и вот этих вот радикальных пропагандистов-фашистов. Они видят то, что происходит что-то совсем нехорошее. Не то, на что они рассчитывали и надеялись. То есть они вообще не предполагали, что у Украины когда-либо будет преимущество в артиллерии. А тут на тебя, пожалуйста. И они видят эту ситуацию, эту тенденцию и начинают бить на бат. Интересную историю, на мой взгляд, рассказал российский очень важный боевик Александр Морозов. Он такой толстый, серьезный, правда графоман, но при этом он много всякой полезной информации выдает в эфир. Конечно, надо эту информацию фильтровать, там может быть не все, скорее всего, там не все правда. Но некоторые тенденции он замечает довольно интересным. Предыстория там какая-то такая, что вот как раз про Клещевку, что там какие-то проблемы возникли. И вот он говорит, я цитирую его с небольшими изменениями, потому что он пишет очень большими длинными предложениями, которые невозможно прочитать. Так вот, фронтовые офицеры рассказывают, этот цитат, фронтовые офицеры рассказывают, что на их участке разность потенциалов российской и украинской артиллерии и ракетных войск такова, что любую, любую попытку фортификационных работ противник замечает беспилотников и пресекает шквальдом огнем артиллерии. Даже если эти работы на уровне просто соединить отдельные ямки, ячейки, траншеи. То есть, он жалуется на то, что не дают россиянам, не давали россиянам строить никакие укрепления. В последнее время речь идет о недавних событиях. Дальше он продолжает. Любой блиндаж, если его захватили у врага, или он как-то уцелел с прежних боев и обитаем, противник молотит артиллерии, пока не разваливает этот блиндаж прямым попаданием. Извините, но от прямого попадания 155-мм снаряда надежным лекарством является только хороший бетон. А бревнышки, которые можно вручную затащить и напилить на месте, 155-й снаряд разваливает легко. 155-й снаряд это основной снаряд натовской артиллерии. Тот снаряд, которым стреляют обычно всякие Цезарьи, Панцерхаубеца 2000 и, конечно, М777. Дальше он пишет. Наша, то есть российская артиллерия, на этом участке работать так спокойно и методично не может из-за эффективной контрабатарейной борьбы врага, который опирается на многочисленные самолетные БПЛА, на Хаймарсы и на корректируемые боеприпасы 155-го калибра. То есть имеется ввиду экскалибуры, которые как раз вот такие пушки натовского калибра и отстреливают. Дальше он пишет. Быстренько накидать под выдвигающимся группам пехоты врага наши еще могут, но потом артиллерия быстро передает эстафету танкам, а де-факто самоходкам с противоснарядным бронированием, которые обстреливают уже кого могут с закрытых позиций. И опять же танки тоже не могут работать настолько же методично, потому что до них дотягиваются вражеские дроны Камикадзе. Что имеется ввиду? Он говорит, по сути дела, что наша, имеется ввиду российская артиллерия, может стрелять только чуть-чуть, буквально там пять снарядов выпустить, и она должна менять место своего положения, потому что ей тут же прилетает контрабатарейная украинская борьба. И он говорит, что вот мы типа не можем нормально использовать артиллерию и приходится перепоручать работу танкам. Танки, которые стоят на закрытых позициях, то есть там, допустим, за семь километров от фронта и стреляют навесом, да, не прямой наводкой, а навесом, считается, что такие танки просто лучше защищены от прямых артиллерийских попаданий, и поэтому они могут больше стрелять. Но он говорит, ну и танки тоже не выход из ситуации, потому что против танков применяют дроны Камикадзе. Он говорит, и все, в результате российская армия остается на данном участке, по крайней мере, без нормальной артиллерии, без нормальной возможности стрелять по наступающей украинской армии. Вот такая история, да. Он говорит, нет, нечего противопоставить. Поэтому, дальше цитирую его, соответственно, свои позиции, что свои позиции, что занятые позиции противника, бойцы российского подразделения на своем участке обороняют, сидя в одиночных ямках, ячейках, максимально замаскированных под зеленью посадок. То есть, он говорит, что какие-то более серьезные укрепления, типа траншеи, уже нельзя там сидеть, потому что в траншею или в блиндаж сразу прилетает артиллерийский снаряд. Он пишет, а вот только там можно сидеть, что в очень незаметных каких-то укреплениях. При этом он пишет, что этих ямок по возможности копают по несколько штук на каждого в разных местах, потому что все равно это сидение противник рано или поздно с воздуха замечает. То есть, удары туда все равно наносится. Ну, а вся история эта в целом открыточка российским военным блогерам, пишет Морозов, рассказывающим о том, как у нас за год улучшилась ситуация во всем. Причем, в реальности она у нас ухудшилась, в самом главном, имеется в виду в артиллерии, если не брать оторванное от реалии показатели роста чего-то, либо обрать в сравнении с противником. То есть, он говорит, могут какие угодно там, не знаю, зерна намолотили, сколько-то там тон чугана выплавили, это все прекрасно. Он не имеет отношения к реальности. К реальности, он пишет, имеет отношение то, что российская артиллерия стрелять не может, украинская артиллерия стреляет очень хорошо. И дальше он дает сравнение, говорит, для понимания, граждане военблогеры, вот эти вот сидения по ямкам, без траншей, без блиндажей, под угрозой уничтожения любой фратификации артиллерии, это укропы образца прошлого лета между Бахмуткой и Северском. То есть, он имеет в виду, что прошлым летом у российской стороны было подавляющее преимущество в артиллерии, там говорили, что на один украинский снаряд выпущенный приходится 10, а то и 20 российских снарядов. И вот тогда как раз украинцам было очень тяжело оборудовать свои позиции, и по ним постоянно лупила российская артиллерия. И тогда российская армия наступала, и украинцам было сложно хоть что-то ей противопоставить. Помните, тогда как раз были захвачены Лисичанская и Северодонецк, например, Попасная тогда была захвачена. Вот он говорит, тогда типа у нас было это преимущество, сейчас у них это преимущество. Цитирую его дальше. Абсолютно та же картина с воздуха была. И наша артиллерия, корректируемая с Мавиков, безнаказанно выбивала их или разгоняла. То есть, вот он описывает ситуацию прошлогоднюю, говорит, сейчас та же самая ситуация развернулась на 180 градусов. За минувший год укропы не только получили много хорошей арты от своих союзников, они выстроили систему управления этой артой и работу большого количества самолетных беспилотников в интересах артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы. А мы фатально отстаем. Дальше он пишет, почему фатально? Потому что сидения в лунке катят только летом, ну максимум чуть-чуть по осени, а ближе к зиме в посадках и без того порубленных артой листва облетит окончательно, еще и похолодает сильно. И подразмотав российские позиции артой по ясной погоде, чуть позже, туманным, дождливым или снежным утром, когда беспилотники в воздух не поднимутся, еще по темноте, укропы будут заходить и просто добивать обмороженных российских бойцов в их ячейках. Как бы ты тепло ни был упакован, а сутками сидеть или лежать в холодной грязи без пункта обогрева, ты не сможешь. Дальше он продолжает, пишет, что «Так что на окончание контрнаступления вместе с окончанием хорошей погоды я бы не рассчитывал, в том числе и потому, что в ситуации дождей и размытых дорог у вооруженных сил Украины будет преимущество из-за убитости нашего автотранспорта, а периоды дождей и туманов позволят им хорошо закрепляться на захваченных позициях». Конец цитаты. То есть, мы видим ситуацию, ну по крайней мере, как ее с российской стороны видят, да, и мы видим их глазами эту ситуацию. Россия и Украина поменялись местами за истекший год в смысле артиллерии. Это самое важное. Мне кажется, это вообще супер важная история, супер важное наблюдение. И теперь россияне не только атаковать полноценным образом не могут, то есть не могут идти вперед, не могут наступать, они даже оборонятся с большим трудом, сидя вот в этих ямках под Клещеевкой, как это описывает Морозов. Еще раз, тут, конечно, надо обязательно подчеркнуть одну важную вещь. Российская армия, она большая, она сильная, она очень-очень опасная, но сама себя, это я говорю к тому, чтобы никто не расслаблялся, да, но сама себя, она ощущает намного слабее, чем была раньше, чем год назад. Ситуацию, она видит для себя очень тяжелой, почти безвыходной. Морозов пишет, что все там в России надеются, что с наступлением осени, с наступлением дождей, распутится, Украина остановится, наступление украинское прекратится. Но он же говорит, этого не будет, не остановится наступление, более того, оно будет продолжаться еще активнее и активнее. Я, кстати, с этим, пожалуй, соглашусь, потому что, когда ты наступаешь, тебе приходится выходить на открытое место, на открытое пространство и идти вперед, да. Тебя видно в любое время года, что зимой, что осенью, что летом. Но когда ты обороняешься, сидишь в укрытии, все, конечно, иначе. Особенно хорошо, если ты это делаешь там весной или летом, когда много зелени. Зелень помогает спрятаться за этой зеленью тем, кто обороняется. В ней очень хорошо, удобно маскироваться. Без зелени прятаться намного, намного сложнее. Поэтому у наступающих, конечно, войск будет некоторое преимущество тогда, когда зелень спадет, когда листья все упадут. Особенно, если зима будет сухой, относительно сухой, без дождей, и не будет какой-то адской абсолютно распутиться. В этой ситуации украинские войска смогут относительно спокойно наступать на российские позиции, которые уже не будут скрыты вот этими самыми лесопосадками, да. Где будут там голые стволы деревьев торчать и все, больше ничего. Ну и опять же, артиллерия. Запад постепенно увеличивает поставки пушек, гаубиц, самых разных калибров и образцов. Недавно мы говорили, то есть британцы, по-моему, объявили, что будут создавать в Украине завод по производству гаубиц L-115. Это 105-го калибра. Это легкие гаубицы. Я думаю, вслед за легкими гаубицами и более тяжелые последуют. В общем, Запад увеличивает и количество артиллерийских систем, и количество боеприпасов, поставляемых вооруженным силам Украины. Также западные системы контрбатарейной борьбы намного, намного лучше российских, а пушки бьют дальше и точнее. Многочисленные дроны, которые также приходят в Украину, особенно самолетного типа, они завершают эту картину. Что за картина? Украинские артиллеристы видят дальше, замечают врага быстрее, обнаруживают его, стреляют точнее и на более далекое расстояние. Все в комплексе. Это и дает вот этот самый процесс усиления украинской артиллерии и ослабления российской. И постепенно, из-за того, что артиллерия это самое важное, все это и выливается в успехи вооруженных сил Украины на фронте. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.